Каждый год 15 февраля Брестский горосполком полон людей и почти все знакомые. Встреча с семьями погибших воинов-интернационалистов не единственная в году. Кто-то приходит сюда вместе с близкими, кто-то один. Участники боевых действий в Афганистане матери погибших – вдовы. И хотя до сих пор те страшные события 80-х не получили однозначные оценки для Белоруссии, в частности, для города Бреста, все, кто не вернулся с той войны, и люди, которые добросовестно выполняли свой воинский долг. Самое главное – наша встреча для того, чтобы вспомнить наших погибших товарищей. Это встреча для того, чтобы помочь вам, уважаемые вдовы, уважаемые матери. Это встреча для того, чтобы еще, наверное, раз подвести какие-то итоги нашей совместной работы и определиться в наших совместных планах, желаниях, чаяниях на самое ближайшее время. Составной частью нашей жизни должна и стать повседневная наша забота о вас, уважаемые вдовы, уважаемые матери, уважаемые ветераны. Правильно было сказано, мы не разделяем ветеранов Великой Отечественной войны, Афганской войны и других войн. У нас есть люди, которые по зову государства пришли и выполнили свой долг. Взяли в руки оружие и защищали и страну, и интересы страны на полях сражений, там, где им сказало государство. А это дорогого стоя. Многие наши земляки не вернулись домой. Казалось бы, прошло столько лет, но сердца вдов и матерей до сих пор плачут. Сегодня в Бресте порядка полутора тысяч участников войны в Афганистане. Они прошли сквозь пламя войны, а сегодня их основная задача – поддержка вдов и матерей, а также воспитание молодежи. Прошло 35 лет. Мы, наша организация, делают все для того, чтобы люди чувствовали, что они не забыты. Потому что именно категория матерей и вдов погибших потеряла самое дорогое. И никакими подарками, никакими медалями и сертификатами, конечно, это не заменить. Поэтому мы стараемся быть всегда рядом, быть всегда вместе и помогать. К счастью, и наши исполнительные органы, и местные советы депутатов помогают нам в этом. 28 наших земляков не вернулось с той войны. К сожалению, в настоящее время осталось 17 членов семьи погибших. Последняя ушла от нас – Пелагея Сидоровна Хома. Именно именем ее сына названа 13-я школа и музей в 13-й школе. Конечно, для всех, кто собрался на приеме, это не праздник, скорее мероприятие, символизирующее память о тех событиях, которые разделили жизнь этих женщин на до и после, и о людях, погибших мужьях и сыновьях, и друзьях, которые не вернулись домой. Это очень памятный день. В этот день мы все возвращаемся к тому дню, когда мы все потеряли своих мужей. В то же время мы радуемся за то, что произошел выход наших войск из Афганистана. Но, конечно, волнительно в этот день. Все опять так же переживают, вспоминают, потому что это все в сердце, в душе. Это уже отразилось в наших детях, в наших внуках. Мы смотрим, где-то видим подражание, где-то черты характера. Ну, в общем, это прошлое. Это есть на что равняться нашим детям. Это память. Это просто память. Праздник, вот ты говоришь, вот с праздником. Говорю, ну, праздник со слезами на глазах. Кому-то это праздник, да, кто там выжил, вышел. А для нас это действительно такая вот серьезная тата. Несмотря на свой загруженный график, мэр города Сергей Лободинский встретился с вдовами и матерями погибших, чтобы высказать слова благодарности за людей, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Я хочу просто сказать всем вам спасибо. Мои семьи тоже есть люди, которые были в Афгане. Их сегодня нет уже в живых. Но вот эта память, она, наверное, вот, вот, наверное, еще то поколение, которое мы застали, она жива здесь. Я вот не зря сказал эти слова, что пока мы для себя видим, помним, ценим то, что было, для нас дорог этот мир. Все, так скажем, военные действия, как в Афгане, так и в других, да, странах, где происходили эти события, и наши советские войны участвуют, так и в Великой Отечественной войне, она делает, наверное, хороший урок для нас, белорусов, потому что, наверное, мы, как никто, настрадались от всех этих войн. И хотелось бы, наверное, в первую очередь донести, рассказать, что в любом конфликте есть две стороны. И всегда надо находить мир и согласие, потому что, если не будет мира, не будет счастья никому. Поэтому я хотел вам еще раз всем пожелать здоровья, терпения, наверное, благополучия, ну, и всем нам в пограничном городе мирного неба. По завершению мероприятия матери и вдовы погибших были награждены медалями, которые, безусловно, должны стать семейной реликвией. Ведь они символизируют не только память, но и героизм своих близких людей, которые погибли на той страшной войне в Афганистане.